как сопля а ты что знаешь какие они на вкус я не это чо спалилась настоящая сопля и ты туда же киса алиса алиска меня поддерживает странная штука да что это ухты ничего себе что-то по моему блендер у занят плоховака по моему ему очень плохо надеюсь он не сломается чьи-то глаза привет ты на канале magic pets подписывайся скорее нам до миллиона осталось всего 25 тысяч и лайк миша в прошлом видео мы с анюткой показали очень много разных антистрессов и всяких прикольных штук и скоро мы будем их уничтожать но у нас осталась еще целая гора лизунов и слаймов а с другого раза у нас остался лизун гигант из кучи лизунов которого мы сделали в блендере и мы подумали добавить к нему все эти баночки и посмотреть что получится а ну да слушай что а ты уже сказала на всех каналах новые видео так это не я должна говорить это же ваш канал на мэджик фэмили аж два новых видео а на а не чё ты чё это я я я должна бля юмич успокойся все говори ты я должна да ты ты ладно на мэджик фэмили безумные товары и сегодня еще кое что это же я должна говорить на аниме канале тоже 2 новых видео клип подписался на Маша Дани, он классный. Да, он прикольный. А сегодня еще одно новое очень крутое видео. Ну все, ребят, я думаю, Мэджики уже поняли, что сегодня на всех каналах новые видео. И что недавно было два новых крутых ролика. Они же не глупые. Думаешь, поняли, да? Уверена, что поняли. Комментарии пиши. Потом тогда посмотрите эти видео. Мы ссылки в описании оставим. А мы давайте уже будем начинать распаковывать наше огромное количество лизунов и слаймов. Потому что нам надо все успеть, а еще и в блендере их с нашим лизуном смешать. Начнем вот с этой большой баночки. В ней, кстати, лизун похож по цвету на наш. Да, поэтому я думаю, он нам подойдет. Мы сначала их всех в тазики замешаем. А потом уже в блендер запихаем, да? Ой, правда прям похож на наш, посмотри. И пахнет как наш. Прикольный. Такого сиреневого цвета, блестященький. Ой, только немножко ломается. Видимо, постарел лизунчик. Так, Ань, давай переноси нашего супер-мега-гиганта в тазик. И добавим к нему вот этого лизуна. Ты особо там не замешивай. Мы же потом их блендерить будем. Да, вы правы, пожалуй. Следующую баночку кто-то из мэджиков мог видеть на распаковке подарков. В ней было четыре лизуна, которые, по-моему, перемешались. Они были разноцветные. А теперь они стали... Еще более разноцветные. Они очень прикольные. Пахнули как-то странненько. Невкусно? Такими-то духами. Так, Алиска, охраняй первого. Тут еще немножко от розового осталось. Желто-зелененький вот такой вот. Они, кстати, по структуре не очень на слайм похожи. Может быть, это какой-то другой материал. Сейчас мы всех их в один замешаем. Хотя нет, наверное, это все-таки слайм. Просто он прикольного необычного цвета получается. Да, добавим его к нашему лизуну-гиганту. Так, лизун-гигант, давай поглощай этого цветного малыша. Отлично получается. Кто следующий? Сначала большие, а потом уже самые маленькие. Ну хорошо, тогда давайте возьмем вот эту вот большую банку. Еще один фиолетовый антистресс. Лизун, а не антистресс. Хотя лизуны, наверное, тоже антистрессы. И я бы даже сказала, что он какой-то гранитный. Ну серый, короче. Будь глубже. Юмичу, ну надо же развиваться немножко. Это не серый. Это более интересный цвет. Ладно, он серо-фиолетовый. Ладно, пусть будет серо-фиолетовый. Немножко липковат, нам как раз сюда такой и нужен. А то наш монстр-лизунчик начнет ломаться и разваливаться. Давай, Ань, вот этот большой и розовый. Ну хорошо, мы же решили с больших начинать. Но, ребят, это не просто лизун. Там внутри какие-то шарики. Это пенопластовые шарики. Их добавляют в лизуны, чтобы было прикольнее. А лизунчик, а там красивенький, розовенький, прозрачненький. Ага, только что вот нам делать с этими шариками? Мне кажется, они могут все испортить в блендере. Так-то для лизуна это прикольно. Алис, ты что там делаешь? Слежу за тем, как появляются камень-дарии и лайки, и ребята голосуют в опросе. Прячась за коробкой? Тихо, я провяльщик. Ясно. Давайте оторвем кусочек, чтобы ребятам показать. Лизун действительно очень классный, моего любимого цвета, розового. Да, и я тоже очень люблю эти прозрачные блестящие лизуны. Но придется из-за блендера каждую пенопластинку вытащить. А может быть. А знаете что, давайте не будем вытаскивать этот пенопласт. И посмотрим заодно, сможет ли блендер его размолоть. А вдруг наш супер-мега лизун испортится из-за этого? Ну не ворчи, Юмичу. Если честно, я думаю, ничего не случится. Если что, вытащим его потом. Добавим его так. Смотри, Ань, как наш лизун-гигант поглотил с собой все предыдущие слаймы и антистрессы, которые мы туда зазонули. И он уже явно становится еще больше и тяжелее. Следующая большая коробка. По-моему, там не слайм прячется. Ой. Это что, белая прозрачная рыбья икра? Юмичу, ты чего? Это же похоже просто белые шарики орбис. Помнишь, Эйвен делал такие большие цветные? Точно микро. Нет, не лежи, Юмичу. Астафи Хан, вдруг мы сделаем из них антистресс? Да, похороним их немножко. Вот ту космическую. Ага, вот такая большая банка. Прикольный цвет. Да, и правда очень классный. Открывай, давай. Смотрите, какой он блестящий. А этот-то точно фиолетовый, да? Ну, если совсем примитивно, то да. Ну, а это очень глубокий фиолетовый. Очень темный. Ох, какой красивый цвет. И лизунчик классный. Да, смотрите, когда я его растягиваю, он становится более прозрачным. И цвет становится менее насыщенным. А лизун-то какой хороший. Свеженький. Бодренький. Да, совсем не ломается, не портится и звучит. Давай, Аня, отправляй его к нашему гиганту. Пусть они станут частью одного целого. Ах, вы экспериментаторы. Так, отлично. А это что за бутылочка? Какого она странного цвета? Это не бутылочка такого цвета, это то, что внутри такого цвета. Похоже на козявки. А Юмичу, а ты как ты начинаешь? Какие козявки? Или сопельки? Юмичу, ну что ж такое-то? Юмичу, лишь бы что-нибудь соплями, козявками или какашками называть. Нюка. Не, вроде не сопли. А ты что, знаешь, какие они на вкус? Все понятно, Юми. Спалилась. И правда, какая противненькая слизь. Она такого странного цвета. Как сопля. Юмичу, ни в коем случае тебе нельзя лизать это. Вдруг ты потом отравишься. А дай ее мне попробовать. Нет, есть это нельзя. Ой, какая противная. Да уж. Настоящая сопля. И ты туда же, киса Алиса. Алиска меня поддерживает. Это очень странная штука. Будем ее добавлять? Конечно будем. А ну-ка, эй-эй. А вы уверены, что она не испортит нам цвет нашего лизуна? Нормасик. Ну, как скажете. Анют, да не парься ты, потом блендер все смешает. Просто наш лизун уже такой большой. И он издает такие смешные звуки, что хочется его лишний раз помучать. Следующая по величине банка. Вот эта вот металлическая. А в ней? Ой, какой красивый. Да, очень красивый. Ой, он сам как металлический. Металлический лизун. Или не лизун? Что-то на слайм не похож. Да, он какой-то странный и очень твердый как будто. Не такой тянучий и желейный. Ой, ребята, кажется внутри у него что-то есть. Сломался. Что там, Ань? Там какой-то металл. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кажется, это металлический кубик внутри. Так. Замешаем его обратно. А может металлический кубик дает ему такой металлический цвет? Нет. Нет, просто кто-то сделал очень классный лизун. Такого вот необычного синеметаллического цвета. Кирай его к нашим. Интересно, зачем там был этот металлический кубик? Может ребята в комментах знают? Ань, давай коровку. Но она не самая большая из всех, что остались. Ну ладно, я уже знаю этот секрет. Синий низ. И синий лизун. А крышечка прозрачная. Я помню, у нас такой глаз был. И не только глаз, по-моему. Лизунчик тоже очень классный. Люблю такие прозрачненькие, блестященькие. Да не лежи же ты их, Юмичу. Хочешь, чтобы я потом тебя лечила от отравления? Ой, а в нем еще и блестки внутри, смотрите. Ух ты. Вы уверены, что хотите их смешивать в блендере? Да, это их судьба. Ах, а так бы я могла его жамкать целыми днями, пока он не засохнет. Поэтому его судьба в блендере. Ладно. Давай, красавец. Ребята хотят отправить тебя в блендер. Ну это же интересно, Ань. Да, мальчики подтвердят. Так, на этих двух коробочках какая-то записка. Давайте посмотрим, что там написано. Застывающая масса для лепки. Это не лизуны. Желтая и оранжевенькая. Не будем их добавлять, а то наш лизун застынет. Тут еще пакетик с такой штукой есть. Это точно то же самое. Ага, оно же. Я предлагаю оставить эти четыре штучки для какой-нибудь лепки. Может у мальчиков поинтереснее, где здесь чем лепить? Они и так сами полепят. А мы какой-нибудь эксперимент с ними проведем. Да, но в лизун наш добавлять не будем, а то правда вдруг застынет. У нас осталось еще 19 баночек. Давайте открывать любые. Вот здесь у нас... Ура, белый лизун! Нет, Юмичу, кажется это тоже не лизун. По-моему это тоже такая же белая мягкая пластмасса. Так, ее не трогаем. Зеленая баночка. Ой, а здесь вообще кинетический песок. Песок в лизун не добавляем. Да, согласна с тобой. Оставим для экспериментов. Давайте тогда уж все гуашные баночки откроем. Вдруг в них не лизуны? Ага. Слизь. Привет. Ой, какая она прилипучая? Да, уж слишком даже прилипучая. Не хочет отставать от пальцев и из банки не вылазит. Капец, какая она прилипучая. У тебя все пальцы в этой слизи. Да, мне срочно надо помыть руки. А ее мы в лизун все-таки добавим. Это будет хорошо для нашего гиганта. Ааа, капец. Тетя София, кажется, та зеленая сопелька нам цвет портит. Смешается. Киса-лис. Я свяжу за лайками, комментариями, опросами. Ясно. Так, это кто у нас такой? На банке написано слайм. Юмичу, да ты что, читать умеешь? Ты же в школу ходить не хочешь. Какая-то странная структура у этого слайма. Может, он испортился? Кстати, у него внутри блестки и тоже маленькие пенопластинки. Но что-то с ним явно не так. Но давайте все равно его туда же кинем. Да, но смотрите, он как будто какая-то паутина растягивается на такие тоненькие ниточки. Ладно, положим его все-таки в наш лизун хотя бы для цвета. Розовый красавец. Да, наши любимые прозрачные блестящие лизунчики. Вот такой вот ядовито-розовый красавец. Он прям такого синтетического ядовитого ярко-розового цвета. Может, он поможет нам исправить цвет. Ань, давай уже скорее нам блендрить пора. Я стараюсь как можно быстрее, Юмичу. В баночке какое-то странное желтое вещество. Не похоже на лизун. Если честно, вообще похоже на сквиш. Странная штука. Да, что это? Может, правда сквиш? Без понятия. Надо, чтобы ребята написали, что это. А мы оставим его для какого-нибудь другого эксперимента. Не будем его в лизун добавлять. Мало ли что. Так, в одной из баночек у нас очень прилипучая фиолетово-розовая слизь. Безумно прилипучая. Она хороша для лизуна, но достать ее оттуда очень-очень сложно. Да что ж такое? Она все время прилипает к пальцам. Давай, скорее, следующий. Следующий у нас фиолетовый слайм. Но опять очень твердый. Похож на того синего металлика. Может быть, это какой-то другой вид слаймов? Почему они похожи на жевательные резинки и очень плотные, и легко держат форму? И правда, они не похожи на лизунов. Может, это вообще не лизуны, а какой-нибудь мягкий пластик? В отличие от лизунов, их даже можно скручивать вот в такую косичку, и они продолжают держать форму. Без понятия, что же это за такие антистрессы. Давай, Ань, не будем его добавлять в нашего лизуна-монстра, а ты его спрячь и потом для чего-нибудь используем. Пожалуй. Анют, белая банка. Он тоже не похож на слайм, а похож на вот эти вот жвачки. Тоже матовый и более твердый, менее лизунистый. Оставь его, пока мы не узнаем, что это. Еще один такой же, только синий. Но что-то мне подсказывает, что это не лизуны, поэтому не будем их засовывать в наш слайм. Черепашонок. Так, черепашонок, а внутри у нас лизун или нет? Наверное, это все-таки лизун. Но, возможно, чуть подпортившийся. Давай, Ань, все-таки его добавим к нашему лизуну-гиганту. Да, пусть он тут лежит, и лизун его наш поглощает. Яичко. Из киндера. А внутри твоя мечта, Юмичу. Наконец-то, неужели белый лизун? Именно так, белый лизун. Но, видимо, он там лежал достаточно долго, и поэтому немножко ломается. Зато сбылась моя мечта, и в нашем лизуне будет маленький белый лизунчик. Осталось семь штучек. Семь баночек. Откроем последние семь, и начнем блендерить. Поехали. Это у нас розовый, розовый, ярко-ярко-розовый. Ядовито-розовый. Лизун. Он даже похож на какой-то немножко оранжевый, что ли. Поехал в тазик. Теперь желтенький ММДМС, а внутри тоже какой-то странный лизун. По-моему, он подпортился, и его надо выбросить. Плесень, не будем рисковать, уберем. Выброси. Котеночек-медвежоночек не открывается, но мы видим, что там кто-то зелененький. Вот, опять, смотрите, застыл. Опять эта жвачка, опять не лизун. Что же это такое? Ань, ты все-таки оставь этих чувачков на случай, если мы узнаем... Софи, нельзя их лизать, мало ли что. Ладно, ладно, на случай, если мы узнаем, что это, и придумаем какой-нибудь эксперимент. Так, в этой баночке у нас что-то красненькое. Я думаю, это, это, это опять не лизун. По вашим просьбам, оставляю ее на другой эксперимент. И в розовой макаронке у нас розовый лизунчик. Красивенький, большой такой, толстенький, плотненький. Но немножко ломается уже от возраста. Добавим. В киви у нас явно зеленый лизун, судя по цвету. Ой, какой классный. Хорошенький, свеженький, тянучий. Добавляем его. Он добавит нам какого-нибудь оригинального оттенка в наш лизун. И последний, какой-то, мне кажется, необычный лизун. Там очень много разноцветных блесток. Да, сейчас посмотрим на него. Ух ты ж. Смотрите, какой он красивый, ребята. Он то ли черный, то ли очень-очень темно-зеленый. И у него очень много блесток внутри. Правда, очень красивый лизун. Смотрите, я его растягиваю и могу увидеть его на немножко. Очень классный цвет. Да, мне этот лизун очень нравится. Наконец-то, будем блендрить. Теперь, мне кажется, ребята, что в наш блендер по имени Ваня не влезет весь наш лизун целиком. Поэтому придется его разделить на две части и замешать пополам. А потом эти части смешать. Поехали. Ух ты, ничего себе. Вот это жесть. Что-то, по-моему, блендер у Ваня плоховака. Да уж. По-моему, ему очень плохо. Надеюсь, он не сломается. Так, по-моему, получше. Интересно, что из этого выйдет? Это не блендер у Ваня, это просто какой-то мегамонстр. Да, и залишься, он же лизу намешает. Кошмар. Ань, ну, может уже хватит? Может уже смешалось все? Да, Ань, давай, вырубай уже. Это блендер у Ваня точно развалится. Да уж. Ладно, как скажете. Фух. Посмотрим. Пока получается какая-то фигня. Это все из-за шариков. Мы еще не закончили. Сейчас выложим его в тазик. Я потратила несколько часов, чтобы вытащить эти шарики. И вот что получилось из нашей первой половинки. Теперь замешаем вторую. Поехали. 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 По-моему, Ванюша точно плохо. Ладно, вырубаю. Откроем, достанем эту смесь. Ой, ребята, смотрите, что я нашла. Чьи-то глаза. Упс. Мы что, замешали в блендер кого-то живого? Да нет, видимо, эти глаза были в лизуне в каком-нибудь. Ужас. Сейчас мне нужно проделать со второй половиной все то же самое, что я делала с первой. Фух, еще час и я вытащила шарики из второй половины. Ну что ж, зато теперь, ребята, посмотрите на этого гиганта, который у нас получился. Он стал реально в два раза больше. Это просто капец, какой он большой. Это, наверное, самый гигантский лизун, который я видела в своей жизни. Ну что ж, давайте сложим нашу колбасу в коробку для хранения. И теперь нам нужно, чтобы ребята написали, что теперь нам сделать с этим гигантским лизуном, когда мы добавили к нему еще столько много лизунов. Да, пишите свои идеи в комментарии. Переходите по ссылкам на четыре новых видео на других наших каналах Magic Family и Animagic. И подписывайтесь на наш инстаграм и увидимся скоро в новых видео.